Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хаван, я вас приветствую на канале Иванова Наука. В сегодняшнем выпуске я расскажу вам, как защитить капусту и различные ее виды, разновидности капусты, и крестоцветные овощи, в том числе и корнеплодные, которые зачастую страдают от разнообразных гнилей. Вот я обычно для профилактики гнилей всевозможных использую биологические средства на основе сенной палочки и псевдомонат, такие как антилус и титаниум. Они действительно достаточно эффективны и подавляют рост бактерий. Почему именно эти? Да потому что, во-первых, у них есть активность достаточно высокая, а во-вторых, фунгицидные препараты, традиционно используемые для защиты растений от болезней, грибных болезней, неэффективны в отношении бактерий. Когда растения наши хорошо защищены от грибов, патогенных грибов, то здесь открывается, так сказать, свобода для патогенных бактерий, и мы очень часто можем с ними сталкиваться. Это и слизистый бактериоз, это и сосудистый бактериоз, это мокрый гниль и многие другие болезни, которые в особенности поражаются крестоцветными овощами. Капуста, редька, репа там и так далее. Я, конечно, выращиваю в первую очередь, ну не качанную капусту, хотя качанная у меня тоже есть. В первую очередь я все-таки люблю цветную, брокколи, брюссельскую. И кальраби, одна из моих любимых капуст. Сидят они у меня достаточно густо, хотя капустину качанной, например, нужен простор, но кальраби я сажаю достаточно густо, по той причине, что она начинает рано убираться, убирается, 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 посадки разреживаются и, в общем-то, все хорошо. Но при этом, конечно, в процессе обработок какие-то отдельные растения, например, могут не попасть под препарат, да, уже листья растопырились во все стороны и где-то вот что-то не попало. И я не так давно, ну буквально накануне, увидел, что одна капусточка, она какая-то хилая была, она заболела как раз вот такой вот гнилью. И поскольку возбудителей этих гнилостных заболеваний у крестоцветных довольно много, это могут быть и эрвинии, это могут быть и псевдомонады какие-то патогенные, это могут быть и пектобактерии и так далее, и так далее. Вот по этой причине я, конечно, имея как микробиолог, как имея такой ресурс, я решил выделить этих гнилостных микробиков. Это нормальная микробиологическая процедура, по которой я их выделяю, и я получил очень интересные результаты. Вот по целому ряду тестов оказалось, что мои микробики, которые поразили эту капусту, это не что иное, как такая псевдомонада, особая вредная псевдомонада. Псевдомонады могут быть полезными, а могут быть вредными. И вот это, скорее всего, маргинальная такая псевдомонада, которая вызвала гниль этой капусты. Опять же, имея ресурсы для того, чтобы оценить эффективность различных биопрепаратов в отношении вот этого патогена, который есть именно у меня на участке, я сделал, ну, просто такой очень ординарный, простой микробиологический тест по совместному культивированию этой псевдомонады с активными началами различных биологических препаратов. И вот оказалось, что как раз препараты и аллерин, и гомаир, и препарат атлант, и препарат титаниум, и препарат бактофит, они являются весьма эффективными в отношении вот этой гнили капусты. Ну, и могу сказать так, что тот же титаниум и антилус, они, конечно, в процессе создания, они уже изначально тестировались в отношении бактериозов овощных растений, и они подавляют широчайший спектр различных инфекций, включая эти самые бактериозы. На этом основании я сделал вывод о том, что это не то, что какой-то устойчивый фитопатоген к этим препаратам, а это просто не попало, понимаете, вот из-за, может быть, какой-то лёгкой небрежности при обработках, просто не попало туда. По этой причине, если вы хотите иметь крепкую, хорошую капусту, которая не будет гнить во время хранения, которые, они так воняют ужасно, ужасно воняют, когда гниют, это гадкий запах ужасный, таким советским овощехранилищем тогда воняет, и сами бактерии из чашек тоже воняют, точно так же, гадко. Так вот, чтобы всего этого не происходило, обязательно в процессе вегетации раз-две недельки тщательно-тщательно проходитесь по посадкам капусты и других овощей для того, чтобы исключить развитие там этих неприятных болезней. Что ж, на этом я прощаюсь с вами, до скорой встречи!